Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, где на ежедневной основе мы постим, размещаем дополнительный аналитический контент, как много раз я уже отмечал, в качестве дополнительной помощи вам в принятии торговых решений. Ну что ж, мы наконец-таки дождались торговой сессии среды. Сегодня очень много значимых макроэкономических отчетов, очень много статистики по США и соответственно сегодня потенциально мы можем увидеть довольно серьезное движение по индексу американского доллара. В 13.15 по GMT сегодня выйдет отчет по американскому рынку труда. Это оценка частного агентства NDP, но очень часто этот релиз предваряет официальные данные на non-farm perils и очень часто этот релиз интерпретируют как репетиция перед выходом официальной статистики. Мы сегодня сделаем то же самое. Я думаю, что по текущему релизу можно будет судить о качестве статистики и фактических цифр, которые мы можем увидеть по официальному отчету в пятницу. Также в этот же период времени в 13.15 по GMT выйдет отчет по темпам экономического роста ВВП США, что может стать дополнительным катализатором роста курса американского доллара, потому что я не ожидаю сегодня плохих цифр. В принципе, считаю, что еще один сильный отчет, особенно такого масштаба, как экономический рост может вновь усилить настрой участников рынка в отношении перспективы дальнейшего ужесточения американской монетарной политики. Ну и, конечно же, самый главный релиз – это выступление председателя Федрезерва Джерома Павла 18.30 по GMT. Оно будет посвящено перспективам американской экономики в целом и американского рынка труда. За последние 3-4 месяца я не помню ни разу ни одного выступлению Павла, при котором он не придерживался бы жесткой риторики. Поэтому надеюсь, что сегодня эта традиция не изменится, и Павл снова будет говорить об уместности дальнейшего повышения процентной ставки. Теперь смотрим на курс американского доллара, индекс американской валюты 106,5. Мы растем на протяжении трех сессий подряд. Сегодня незначительное снижение на азиатских торгах. Но точно похожую ситуацию мы видели, собственно, день назад, когда индекс доллара начал плохо. День, но под конец торговой сессии покупатели все-таки вытащили его на положительную территорию. Вполне возможно, что сегодня произойдет то же самое. Я в этом, честно говоря, практически не сомневаюсь. Представители американского регулятора продолжают накручивать рынок относительно целесообразности того, чтобы ФРС и дальше придерживался прежнего вектора, который направлен на последовательное повышение ключевой процентной ставки. Причем из последних выступлений представителей Федрезерва я бы особенно выделил Вильямса, который подчеркнул, что ставки будут расти, ставки превысить 5%. Где-то мы это уже слышали, причем неоднократно. Помимо этого, председатель глава ФРБ Сент-Люиса Джеймс Булларта, который ранее заявлял, что ключевая ставка американского регулятора достигнет 7%, снова повторил, что это действительно так, вероятность этого есть. Но его консенсус прогноз предполагает, что ставка как минимум будет в районе 5%, но что важно, он считает, что будет уместно сохранить ее на таком высоком уровне на протяжении всего 2023 года и даже, друзья, в 2024 году. Это к тому, что американский регулятор, когда достигнет вот этого предельного уровня текущего цикла ужесточения монетарной политики, он не начнет снижать процентную ставку через месяц-другую. Нет, он может удержать ставку на высоких значениях на протяжении более чем года. И вы должны, друзья, это прекрасно осознавать. Лоретта Мейстер, которая возглавляет ФРБ Кливленда, также считает, что прогресса в борьбе с инфляцией на данном этапе практически нет. И очень трудно с ней поспорить, учитывая, что инфляция в три раза превышает целевой показатель американского регулятора. И еще одно важное выступление уже заместителя председателя американского регулятора Джерома Паула Лайль Брейнард, которая отметила, что ставки будут, точнее, инфляция будет оставаться высокой надолго. Поэтому американский регулятор регулятор будет вынужден реагировать на высокую инфляцию и рынку не нужно недооценивать риска еще более агрессивного ужесточения монетарной политики. Вроде бы как формулировки разные, но в целом, друзья, этот фонд предполагает, что американский регулятор не сможет позволить себе на каком-то, скажем, этапе в ближайшей перспективе отказаться от политики более высоких процентных ставок. Поэтому я, как и раньше, считаю, что мы сможем в свою очередь пересмотреть свое отношение к доллару только лишь в том случае, если Федрезерв в лице Джерома Паула даст сигнал о том, что все, достаточно с повышением процентной ставки и мы уже больше как бы опасаемся за перспективу американской экономики и за то, что может происходить и произойти с американской в том случае, если ФРС вовремя не выйдет из вот этой траектории и пути вектора сохранения ставки на высоких значениях. Сегодня вкупе с вот этими выступлениями представителей американского регулятора, вкупе с статистикой, которую мы ожидаем, ЭДП, ВВП, выступление Паула, которое как вишенка на торте будет в течение, ну, ожидания в течение торговой сессии и под конец торгового дня, напоминаю, что 18.30 по GMT. На фоне роста доходности американских облигаций, я всерьез полагаю, что индекс доллара сможет сохранить бычью динамику и превысить 107 пунктов уже в рамках текущей торговой сессии. Золото 1755, ситуация в Китае, именно мрачные перспективы для мировой экономики, это пока что факторы поддержки для рынка драгоценного металла и считают, что по золоту мы легко можем увидеть 1780-1800 долларов за троскунсу, тоже в ближайшее время эта сделка никуда не делась, я считаю, что золото обладают несомненными конкурентными преимуществами по сравнению с другими финансовыми активами. И, кстати говоря, друзья, иногда многие из вас спрашивают, что как может быть динамика однозначная, как бы и схожая по индексу доллара, например, и по золоту. Все очень просто, между этими инструментами далеко не стопроцентная корреляция, и мы легко можем увидеть, как в рамках одной торговой сессии растут как индекс доллара, так и золото. Поэтому то же самое может повториться и сейчас. По рынку нефти 85-1800, пока что Китай, это главный возмутитель спокойствия, и пока ситуация не изменится там, я думаю, что рынок нефти будет оставаться под давлением. По крайней мере, до конца этой недели. В воскресенье, напомню, состоится заседание ОПЕК, где будут обсуждать будущие квоты по уровню нефтедобычи. Причем решения могут быть абсолютно разными, в зависимости от того, какую цель будет преследовать ОПЕК. Либо стабилизировать рынок в условиях выпадающих объемов поставок от российских экспортеров. И для того, чтобы стабилизировать рынок, нужно будет увеличить объем нефтедобычи. И, соответственно, другая цель. Если ОПЕК будет больше замотивирован, заинтересован в том, чтобы поддержать цены, усилить бычью динамику после последних распродаж, для этого нужно будет сократить объем нефтедобычи. Друзья, в понедельник обсудим, опять же, что, какое решение в итоге будет принято странами ОПЕК. Но до этих пор я считаю, что Китай будет главным негативным фактором, поэтому бренд может оказаться еще ниже. Биткоин. По-прежнему ждем теста 15 тысяч. Еще также хочу подсветить возможности по паре доллар-канадец котировки 1.3564 сейчас. И допускаю, что в ближайшие торговые сессии мы можем увидеть тест сопротивления 1.36 и движение выше. Вчерашний блок данных по ВВП. В целом, с одной стороны, месячные показатели, квартальные хорошие цифры, но годовая динамика разочаровала. И то, что годовой показатель оказался ниже, чем прогнозировали эксперты, это нейтрализовало эффекты прироста в месячном и квартальном эквиваленте. И в целом оказало давление на канадский доллар. Американская валюта, напротив, восстановила позиции, опираясь на рост доходности американских облигаций. Если мы вспомним, что на канадский доллар еще напрямую влияет рынок нефти, то при сохранении нисходящей динамики по нефтянке канадец будет под еще большим давлением. Поэтому здесь путь наименьшего сопротивления для данного дуэта финансовых активов, это движение выше, может быть, даже в районе отметки 1.38-1.40. Давайте смотреть все. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok